Из более 2,5 тысяч заявок Лиги лекторов 500 человек прошли этап видеолекций и получили возможность выступить перед аудиторией на площадках ведущих вузов страны. 100 финалистов были приглашены в Москву для подведения итогов конкурса. Рухнул стереотип о том, что современному поколению молодежи и подростков сложные лекции неинтересны. Это поколение, выросшее на формате ТикТока, где если ты хочешь, чтобы тебя слышали, у тебя есть 30 секунд. Ребята очень хотят откровенного и честного разговора. Они готовы слушать очень серьезные и сложные темы, увлеченно слушать. Но здесь та самая искренность. Им нужен незаученный текст, им нужны горящие глаза, им нужно видеть людей, с которых они могут брать пример. Запрос аудитории на молодых и энергичных экспертов повлиял на возраст участников. Более половины заявок поступили от лекторов в возрасте от 18 до 35 лет. Самым юным, конечно, был мой коллега, это Рамиль Боговиев, он институт ИМИМ. Он, к сожалению, не выиграл, но очень достойно представил свою лекцию на финале. Мы с ним вдвоем приехали, ему 19, мне 23. Мы вот так смотрим на профессоров, на кандидатов наук, на крупнейших предпринимателей страны. Там были программные директоры, скиллбокс, кого только не было. Свой выигрыш в полмиллиона рублей Ильнур Хазипов планирует потратить на запуск университета микрокурсов для студентов. Пилотный проект появится уже в феврале. У нас шесть основных направлений, которых мы хотим развивать. Первое – это лидеры изменений, это те, кто видит себя условно в правовой работе, в работе в профсоюзных местах, в студенческих советах. Второе – это институт студвесны, мы его назвали. Это блог, который будет помогать молодым ивент-менеджерам в студенческих мероприятиях, который будет помогать молодым артистам развивать себя во время студенчества. Спортивная нация – аналог, то же самое, соответственно, культурная деятельность. Медиа и пиар – это, соответственно, для текстовиков, видеографов, фотографов, продвиженцев, волонтерство и международное сотрудничество, чтобы люди всегда знали, где найти условные какие-то возможности для себя, ну и научные сообщества. Все это создано для того, чтобы в рамках микрокурса человек просто как минимум научился понимать, что это, как это работает и где находить для себя возможности. Конкурс Лига Лекторов станет постоянным и будет проходить каждые полгода. 1 декабря стартовал прием заявок для участия в новом сезоне проекта. Ариатна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.